иным людям. Например, это как можно сравнить с моделями телефонов или с моделями камер и так дальше. Камер-то много, но есть вот одна модель. Телефонов-то много, но по тем или иным параметрам мы выбираем. Я был в курсе, не изучал, но знаком с этим вопросом, зная, что нужно правильно проговаривать звуки, осознанно проговаривать и зная, что звук взаимодействует с нашими ДНК. Здесь просто еще вам нужно вернуться к смыслу. Вот это первое слово, оно такое длинное и страшное для многих людей покажется. Какое оно? Первое, первое вот. Первое слово мантра. Для многих людей оно кажется страшным. В каком смысле, что большое и какое они сочетаются? Да, здесь идея, философская концепция этого слова – это проявление истинное речения через витки времени по воле Всевышнего для наполнения жизнетворящей энергией всего окружающего. Ну, если изучать буквицу, это станет вообще ясно. Освобождение методом очищения, методом направления высшей сферы. Сие, то есть то, что мы видим в свете солнца или в свете знаний. Допустим, у англичан есть такая штука, как зе. Они все говорят там. Зе тейбл, зе пэн и так дальше. Зе происходит от древнеарийского арийского се, то есть это, сие. В свете солнцем это есть. Вот Всевышний сияет, сяет. И в свете его сяева мы видим, что происходит. Истинно дательное, истинно утвердительное высшая сила Всевышнего. Добро, которое так или иначе связанное с арэвачами. Медитативная направленность на уважение, почтение и познание того или иного объекта, Шана, то есть... В украинском языке очень хорошо образ до сих пор живет. Речения духовных, не относящихся к материи, но так или иначе постигаемых знаний. Веды в естественном проявлении. Божественная природа. И вообще, натора, натура, если мы берем не только древнеарийский язык, а и происходящее от него, то в английском языке натура — это природа. Божественная природа. И имелось в виду как божественная природа, но не звелось до идей просто природа, как деревца, кусты и зверюшки. Надра — недра. То есть глубины там, все или иные. Не только недра в плане там, где уголь, а вообще в плане всего. Величайшее пространство. Ан — это бог пространства, Мага — это что-то огромное, что-то могущественное. Или сила пространства. Алве или Алле, Аве в разных языках, как оно разошлось. То есть, как бы ясное проявление вестей, то есть духовных знаний. Всё, что пронизывается светом Всевышнего. Источник Всевышний. Источник мироздания. Ну и снова Шана, как бы источник мироздания. И всему выше перечислено. И кстати, 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 с вот этой штукой, первой, которая связана с светками времени, идёт и наставление, которое астрологией высчитывается. То есть, нельзя нарушать те или иные порядки времени. Ну, имеется в виду не путешествие во времени, его сейчас не умеют люди делать. Так вот, не путешествие во времени имеется в виду, а просто витки времени. Допустим, порядок дня, порядок годовых празднец, порядок тех или иных жизненных действий. То есть, чтобы быть в ключе вот этих последовательностей. То есть, даже само слово «делать вовремя» означает «в нужное время», «вовремя». Вот здесь это имеется в виду, что нужно изучать природу времени и делать то, что нужно в соответствии с временами дня, временами года, временами жизни и так дальше. Ну, праздники, всё. И праздники, и распорядок дня, и много чего другого. Ну, если коротко, то так. То есть, это нужно вводить в свою жизнь, чтобы оно присутствовало. Я заставлять не собираюсь. Не-не, я понял. Ну, астрология вот предписана. Кому-то предписано там почаще контактировать с водой. Предыдущий человек, которому я высчитывал, ему написано «почаще нужно контактировать с водой». Богам виднее, как бы. А здесь, получается, нужно соблюдать и чтить, и чтить, получается, лично в своём мире периодичность, временные циклы, праздников, все связанных с родовыми праздниками. Ну, да, да. Самое последнее, что здесь… Собственно, я и в себе это чувствую. Самое последнее, что здесь идёт, это то, что называется Накшатра. То есть, определённые порядки символов. Вот это, да? И я здесь… Там не было уточнено, какие именно Накшатры выбрать. То есть, как бы, любые теоретические… Накшатра – это символика? Нет, Накшатра – это определённый божественный порядок. И в санскрите, в индуизме Накшатра означает созвездие. В ведическом же языке Накшатра обозначает вот именно порядок тех или иных символов или проявлений Всевышнего. Здесь я предоставляю первое. Это развернутая версия руны Кси, которую реконструировали на основании древних прототипов. Руна рахманской традиции дальше. И тамга, которую я разработал для того, чтобы те, кто, соответственно, изучают то, что я даю, ну, через меня и через моего учителя, и через его предшественников присоединялись и получали благодать Всевышнего и направлялись. Это так… как правильно называется? Вот это развернутая версия руны Кси, руна духовного развития. Это руна рахманской традиции. Это читается как Кси, это читается как Ратра. Вот верхняя вот эта звёздочка Р, Крест мечеобразный А, стрелочка вверх Т, опять звёздочка Р, опять крест А, Ратра. Дальше молния С, А, здесь буквица Гай, буквица А, буквица С, снова стрелка вверх, опять руна Т, и опять мечеобразный крест А. То есть рахманская традиция с Агастом. Ну, руна, которая используется рахманской традицией, обозначает идею рахманской традиции и, в общем-то, помогает настроиться на нужную волну. Я не настаиваю, можно выбрать любой из других подобных объектов и на него медитировать. Ну, вот я просто предоставил те, что как бы есть. Ну, которые соответствуют, да, связаны с моими датами. Они не связаны. Астрологии просто предписано, что можно, вернее, нужно медитировать на один из таких знаков, а таких знаков моря. А как на них медитировать? Расскажите. Ну, как сосредотачиваться? Медитация означает... То есть смотреть визуально, да, и этот образ переводить в свой внутренний взгляд. Пытаться понять. Медитация означает сосредоточение. Ну, допустим, вот здесь конкретно можно постигать проявление Всевышнего. То есть вот в начале Всевышний Он своей истиной утверждает... Всевышний, истина, твердо, опять знак Всевышнего. То есть Всевышний как бы своей истинной силой утверждает или свои знания, или путь к себе, или своё дальнейшее проявление, или что-то, что с ним связано, или как-то, или что-то в таком духе. Дальше. Нисходит Божественная сила для того, чтобы передать жизнедающие энергии. Снова нисходит для того, чтобы утвердить аревочей в контексте пути вверх духовного развития. Вот центральная вот эта ось. Виси коротко. Вот здесь вообще в Руни Кси вообще всё намного интереснее. Здесь три единства, двуединства, четыре единства, здесь знаки Всевышнего, проявления Всевышнего, Белобоги, Чернобог и много другой важной символики заключено. Тамга, которая, соответственно, будет благословлять каждого из тех, кто у меня учится и следует ведической традиции, она, естественно, как бы, ну, через меня, через моего учителя тоже передаёт определённые энергии при медитации на неё. Она состоит из разных особенностей, в принципе, героидических элементов династии Рюриковичей. Ну и плюс некоторые элементы, указывающие на некоторые другие знания. Но можно выбрать любой подобный элемент. Можно как-то его перенести на одежду, там, или на браслет, да, и чтобы было ставить... На одежду, на браслет, заставку компьютера, телефона, что угодно. Здесь уже только ограничивается фантазией и благочестивостью человека. Конечно, на унитазе это... Если человек хочет в пекло поскорее, ну, тогда можно. Ну, а так, как бы... Ну, я вижу у вас на руках, вот, ну, если в другой одежде поле открыто... Ну, и на руках я иногда использую, и на телефоне на заставке, и на компьютере на заставке. Я много где-то использую, но здесь ещё важно, есть... Недалеко здесь одна живёт, которая теоретически считает себя тоже последовательницей, как бы, ведической традиции. Она в своё время у меня попросила так, чтобы у неё были изображения всех богов, изображения Всевышнего в основных проявлениях, изображения Рады, знаки богов, там, символы, которые она тоже носит, всякое такое. Но... Как получается? Она вот думает, что... Она вот себе там всего этого накидала дома, и вот это само собой существует, и ей от этого будет счастье. Ну, как бы тогда, как бы... Это хорошо, то есть... Если бы она черепов себе накидала домой, это было бы хуже. Ведическая символика, она передаёт ведическое знание, поэтому даже, исходя из идеи, что если вдруг её квартира сохранится, и археологи её откопают, то если среди них кто-то будет разумный, то изучая изображение богов, возможно, у того археолога мозги в нужном направлении переклиняться. Но... Вот для её развития было бы лучше конкретно медитировать на, допустим, один образ Всевышнего, но конкретно медитировать. Не поставить такую вот полку, где там их куча, и где она даже иногда забывает, кто из них кто. Ну да, для неё, индивидуально. Ага. Чтобы конкретно на одно изображение медитировать, но до каждой полоски, до каждой линии знать всю его символику. Потому что изображения богов, они не просто так. Есть каноны, где описано, сколько рысочек в том или ином. Вот борода иногда, если изображение маленькое, она просто моделируется порезами такими по дереву. Их тоже должно быть определённое число. И определённое из них число должно пересекаться, а другие не должны пересекаться. Если как бы нарушено, сжигается заготовка. Есть чётко регламентированное. Да. И это не просто так. Это регламентировано не для того, чтобы священнослужителей помучать, чтобы они, как идиоты, эти все заморочки считали. А это для того, что каждая вот эта полоска, она обозначает, или сына. Допустим, вот у Велеса каждый волосок на его бороде обозначает одного из его сыновей. Основных. Но тоже описывается, или мы изображаем Велеса, когда он с короной, или мы изображаем Велеса с топором, или другая форма Велеса. И от этого, допустим, у него может быть разное число этих волосков, просто из-за размера с самих изображений. Таким путем мы упоминаем или всех его сыновей, если статуя где-то такого размера. Там как раз 400... Я понимаю. Человек, который знаком с Ведами, он смотрит на изображение Велеса и видит всю соответствующую, присущую нему информацию, которую основное нужно знать. Хоть боги часто рождались у разных родителей, в разных семьях это разное, но как бы все-таки за каждым из богов есть тот или иной его сын, тот или его отец. У Велеса, вот, божественных, вот, конкретных, которые во Вселенной с ним, это 457 сыновей. Поэтому на большом его изображении моделируется, соответственно... И если добавишь одну полоску, оно уже будет искажать полноту той информации, которая присуща. Если мы, допустим, делаем самое маленькое изображение, то там, соответственно, 31 его сын. Это самые такие отличившиеся. Есть варианты... Ничего лишнего не было. ...малюсенького изображения Велеса, которое носится на шее. Так там всего лишь... Ну, там борода вообще еле видна. И там этого с руническими символами промоделирован символ Велеса. Но там все равно сбоку есть одна отметина, обозначающая Индру, как его главного сына. На большем уже знаке есть отметины из Агеракеллаша еще. Но обозначено, что это пресеченная ветвь. В общем, нужно разобрать для себя информационно-образные характеристики каждого из знака. И для того, чтобы люди, которые сидят рядом со мной, общаются, видели некоторую символику. Иногда, да, огромное количество ее используют, чуть ли не на всех конечностях. Но мне вообще никакая символика из визуальной, в принципе, вообще не нужна. Потому что есть символы, даже высчитывая астрологию, я так или иначе снова встречаюсь с этими символами. И в памяти у меня их много сохранено, как бы. То есть я могу пользоваться даже чисто тем, что есть в памяти. Хоть иногда вспомогаю и, допустим, с заставкой на телефоне или еще чем-то таким. Даже визуальная память развивается, да? Если ты видишь часто эти образы, ты уже знаешь каждую черточку и что она означает. Так вот, с символикой как? С одной стороны, это хорошо. И чем больше символики, тем лучше. Но с другой стороны, когда человек просто обвешался с символикой и думает, что он будет жрать мясо, сношаться и так далее, и тому подобное, а символы будут его очищать, символы будут его там куда-то везти, ну, символы, может, его приведут к тому, что у него атрофируется член и загниются кишки. Ну, чтобы он дальше не деградировал. Чтобы он обратил внимание истинное на эту символику. Или чтобы обратил внимание, или если боги решат, что уже не подлежит, то, что переродился там или как. Ну, здесь в любом случае реды предписывают девять основных законов духовного развития. ну, просто Жанна наша, она сказала, давай выступай, типа. А я и особую тему не готовил, чтобы им рассказывать. Да и что им рассказывать, я им уже тысячу раз рассказывал и о том, как я начал изучать, и что я изучил, и что я не изучил, и... Ну, короче, много чего. У вас большая группа в институте, да? Ну, не то, что большая, но по-разному тоже собираются. Человек 20, 30? И 40, и 50, и 2 может собраться. Ну, я вообще хотел узнать, какой у вас, ну, график, обучение, вообще что-то вот из этого. Разное. Усиленное. Объясняю. В позу прошлом году я дал объявление на радиогармонии мира. Есть, в принципе, на моем канале Дух Славян запись нашего эфира. Дабы... Ну, там присутствует как бы и музыка, и голос ведущей, поэтому я не знал, там, вдруг кто-то там чего-то будет доставать меня. Потому что одно время к моим каналам начали придираться, придумывая, что у меня нарушение авторских прав. Это не администрация Ютьюба, а это просто враги мои. Ну, враги духовного развития, которые есть. Они начали писать Ютьюбу, что у меня там нарушение, нарушение, нарушение. Поэтому я вот саму запись эфира выложил на канале Дух Славян, который экспериментальный. А то же, в принципе, что я говорил в том эфире, я изложил в записи самоосознание, практическое самоосознание, главное, наука ВЕТ. Она на моем главном канале присутствует. Ну, как бы, в принципе, можно ознакомиться или с теми, или с тем, или с обоими. Короче, это то, когда в 2014 году я дал объявление, что люди приходите, и вот непосредственно занятие кафедры ведической культуры. Ну, как сочетается? Возьму эти счета, которые Жанна Ретисова, прийду и скажу, вот вам, выдавайте квитанцию Ироды, и все. Да, я шоботом оговариваю. Все это второстепенно. Да, поэтому... Ну, тоже имеет место. Поэтому вот, возвращаемся, что-то, к данным. Вы, в принципе, прошлись почти, но... Ну, практически прошлись, но с идеей медитации мы практически не прошлись. Так вот, с медитацией у людей сейчас хуже всего. И даже те, что годами изучают, часто они... Ну, потому что люди... Нынешняя вообще, если разбираться цивилизация, она сделана о том, что люди не мыслят, люди не сосредотачиваются. Возьмем нынешнее кино. На чем оно? На бегающей, прыгающей, стреляющей, взрывающейся, трахающейся картинке и на разных звуках, которые тоже в разнобой разводят сознание. Больше того, я еще записывая видео на тему разных фильмов, заметил, что люди часто говорят, о, ты нам проспойлерил весь фильм. Я такой думал, что это они за бред придумали? Оказывается, у нынешних людей есть такая дебилизма, по которой они считают, что перед просмотром фильма им нельзя ничего знать о фильме. Что, интерес падает? Потому что, если они уже знают сюжет, то да, у них падает интерес и неинтересно смотреться. Ага. Ну, интерес только к сюжету, а не к игре актеров, видимо, да? Ну, то есть, как раз получается, что они не могут осмыслять. Им вот, если в первый раз они картинку эту прыгающую посмотрят, им интересно. А если, допустим, сначала знать сюжет, потом вот смотреть фильм, анализировать, какие там, что, где, как, они никто это не делают. То есть, в нынешнем, как это большинство использует, то фильмы, сериалы, музыка и большая часть интернета, 99,99% интернета, это чисто средство развлечения ума. Что такое развлечение, известно или не очень? Развлечение ума, ну, это то, что отвлекает на самом деле ум. Ну, отвлечение, это отвлечение. А вообще влечение, это тяжение, условно говоря. Ну, тяжение, оно может осуществляться само по себе, вот как притяжение к земле. А привлечение, оно осуществляется кем-то. Причем это может быть не сознательно, как привлечение там мужчины к женщине и наоборот. И может быть привлечение сознательно, как привлечение работниками милиции преступника к ответственности. Потому что влечь, это означает тащить, притягивать. Ну, на древнеславянском языке отчасти сохранившимся в современных языках. Развлечь, это значит растянуть, это значит разбросать, рассыпать в разные стороны, распорошить, изничтожить сознание. Вот у нас есть какая-то, допустим, направленность мышления и развлечь, это разбить. Другая часть есть в системах нынешних, компьютерных, прекрасная штука называется дефрагментация диска. Известно, что это? Ну да. Известно, почему опасна фрагментация? Фрагментация замедляет процесс выполнения программ. Прекрасно. Как это все происходит, известно или нет? От фрагментации или дефрагментации? Ну, вообще, как работает жесткий диск? Для него есть свой язык, который он распознает. Ладно, объясню коротко. Жесткий диск это такая, ну, как это воспринимается, такая металлическая коробка, которая стоит в компьютере. Но если разобраться, в этой металлической коробке есть металлические диски. Над ними есть подобие иголки, вот, как у старых проигрывателей, которые с пластинки читают данные. Вот подобие такой же иголки есть в жестком диске. Или даже несколько таких иголок. Они читают информацию с этих дисков. И вот, диск включается. Мы, допустим, записываем на него любую информацию. Информация кидается произвольно в разные сектора этого диска. Соответственно, поскольку информация в разных секторах никак не соединена, то при нашем обращении к ярлыку какого-то файла система ищет куски этого файла в разных частях диска. Что, естественно, занимает время, что, естественно, замедляет работу системы. Поэтому лучше дефрагментировать. Процесс развлечения ума это в точности обратный процесс, когда наоборот осуществляется фрагментация ума, фрагментация знаний. Если вот включить дефрагментацию ума, то мы всё, что делаем, должно быть подчинено главной нашей цели. Вот какая наша цель? Мы цель выбираем, и мы можем выбрать главную цель, мы можем выбрать цель на год, цель на день, цель на час. Вот если моя цель вот сейчас, допустим, передать те или иные ведические знания, разъяснить, объяснить и так дальше, записать, чтобы потом выложить, чтобы другие, кому лень, допустим, до меня добраться, ознакомились, чтобы вот непосредственно вы ознакомились потом с записью и так дальше. Это главная цель, естественно, сейчас, исходя из которой, вот я объясняю, но и делаю другие действия. Главная цель на жизнь моя, это служение Всевышнему, но как часть, или даже как одна из главных частей этой цели, это изучение вед. Ну, вообще, изучение знаний, то есть, дебилы в интернете считают, что я вот, как христиане фанатеют от Библии, что я вот фанатею так от нескольких книжечек, потому что дебилы в интернете знают только несколько книжечек Хиневича под названием «Славяно-арийские веды». На самом деле, само понятие веды означает знание, то есть, как некоторые говорят, ну, веды, это же там всего лишь немножко, а вот там, а где немножко. Веды – это знание про всё. И в ведах, вот тех, которые сохранены, будь то Велесова книга, будь то поучение Саагаста, будь то ведаотворение или любой другой текст, в нём коротко, ясно и заархивировано даются ключи ко всему. Например, в руне рахманской традиции, её можно считать как логотип рахманской традиции. Вот в древности вот эта руна, она ставилась на ритуальную утварь, она ставилась на священные знаки, она ставилась на изображение богов, она ставилась, некоторые себе делали, ну, это неправильно, но некоторые делали себе татуировку вдоль позвоночника, то есть бревались волосы сзади, делалась вот первая вот эта верхняя руна рана делалась сзади на голове и вот конец этой палки соответствовал копчику. Вот такая татуировка на всю спину. Копчик. Ну, от головы к копчику. Вот конец вот этой линии соответствовал копчику непосредственно. У нас есть позвоночный столб. Да, то есть вдоль позвоночного столба наносился знак. Руну использовали многократно. И с одной стороны можно сказать, что это просто логотип. Ну, просто, чтобы обозначить приверженность той или иной системе. Но с другой стороны в этом логотипе заключена вся идея духовного развития и именно идея того, как знание, как культура, как возможность развиваться проникает в материальный мир. Всевышний, истину утверждает, ну, давая знания о себе и путь к себе. Всевышний, как верховный бог мироздания, вот, истина, это веды, он 7000 лет назад, допустим, воплотился как саагаст и утвердил определенные наставления на нынешнее время. Ну, и дальше здесь тоже каждая здесь палка, вот, даже то, что конец этой линии соответствует этой линии. Здесь все настолько идеально соединено, что лучше никак не придумать. И все осмысленно. Вот это один из вариантов медитативного восприятия. Еще раз возвращаясь к прошлой нашей беседе. Что такое медитация? Известно уже? Ну, а вы сказали это сосредоточение на образе, да? Да. И медитация это просто эзотерики используют латинский термин. Я как бы и для общения с эзотериками и для того, чтобы в интернете легче искали использую это слово. Но это слово бессмысленно. Есть наше слово сосредоточение. И медитация это просто греческий, вернее, латинский аналог этого слова. меди тот же корень, что и мид в германских языках или медже в славянском языке означает средина. Вот мидгард, допустим, в скандинавском языке это срединный город или срединно огражденная область. Мид снова от корня медже. Почему медже? Потому что не было д и ж. Ну, как они и были, но ещё была буквица дзералу, которая звучала как дз. И в древности не говорили ме, дже, говорили так, что оно звучало именно там не д и ж, а именно вот это дже или дз. То есть произношение между дз и дже звучание этого звука. медитация соответственно, медитация это вот направление в единый центр. Дефрагментация. Да. Это дефрагментация. Социального сознания. Если в общем медитативный склад ума это дефрагментация всей имеющейся информации в рамках единой какой-то системы, чтобы это было упорядочено. Если берём, что касается какого-то знака, это тоже с одной стороны накопление, выяснение, выскрябывание, если надо, данных об этом явлении, с другой стороны это соединение их и понимание, как они взаимодействуют. Вот есть разные ужасные примеры современных людей. И есть вот та самая зловещая Чупакабра, о которой я говорил. Бывшая ученица. Да. Она с одной стороны, когда училась, она много чего быстро понимала всё, но глубинные какие-то нюансы. она как раз не могла понять. И получалось, что с одной стороны, я ей как бы основную идею-то давал, всё равно, но я хотел, чтобы она сама эту идею дальше постигала. А она её не постигала, а потом слушала ту или иную запись моего занятия с кем-то другим, и приходила в ужас, в ярость, злость, гнев и так дальше, что я им вот рассказал что-то, а ей на протяжении стольких лет рассказывал. Ну, я каждый раз думал, вот же несчастная зверюшка, потому что на самом деле это я ей рассказал ещё годы назад. Просто я это не так сложил, как ей бы это сразу воспринялось. но если она осмыслила, то она бы это сама сложила. Дальше вот другой пример. Сейчас я уже доредактировал часть занятия, там, где рассказываю о том, как вообще мыслить относительно законов мироздания. С Митродатой там мы общаемся на тему кармы. я ей там вот как карма проявлена, допустим, в окружающем нас мире. Потому что если задуматься, то становится понятно, как проявлено. Но проблема в том, что я людям-то кидаю какие-то данные в сознание или там даю текст, где они могут с ними ознакомиться. Но люди не хотят вот как раз сосредотачиваться и думать об этом. Не хотят приводить в соответствие, дефрагментировать вот эти понятия данных, которые я дал и которые есть в окружающей реальности. Потому что нужно так подумать, так, карма, это что такое? Это причинно-следственная связь. Так, что причинно-следственная? Да, все у нас причинно-следственная. Любое действие и эмоции перед этим. Та или иная причина. На уровне человеческого ума, нечеловеческого ума, эмоций, неэмоций, физических элементов, всего. Даже на уровне атомов и молекул, у каждой из них есть свои параметры, и при взаимодействии они основываются на причинах, как их параметрах. То есть, даже там карма есть. То есть, таким путём, если бы просто не ждать, когда я разжую каждое слово, вот там вот, и буквально объясню все эти составляющие, а самим думать, как оно работает, то становится понятно, что карма всепроникающая. Поэтому вот и эзотерики об этом говорят, и это и в ведических, и в индийских текстах есть такие понятия, что карма всепроникающая, карма повсюду, она полностью всё определяет и всё обуславливает. И для людей, которые не хотят задумываться, да они думают, да бред какой-то. Карма – это индусское понятие, что такое карма, мы не знаем, это такая штука, что мы страдать будем там, индусы говорят, что хрюшкой переводимся. Ну это так, слабоумные люди. Потому что на самом деле нужно понять, что карма – это просто название закона причинно-следственной связи. Даже вот удобнее называть это маленьким словом карма, которая к тому же древняя, которая к тому же достоверно отображает эту идею, чем длинным причинно-следственная связь. А юрист один, я ему это объяснял, о, следствие над кем следствие там, что? Я говорю, да успокойся ты. Потому что снова, вот каждый ещё пытается из своих каких-то идей ненужные ассоциации присобачить. Допустим, в плане тонкого строения человека есть разные каналы. Канал на древнеарийском языке называется «нала». Отсюда даже слово «наливать». То есть, когда мы наполняем канал какой-то. И я очень хорошо запомнил, я проводил занятия для Чупакабры, для её сестры и одной их подруги. И я им рассказывал тонкое строение человека. А вот у её сестры, как я говорил, какое-то ведическое слово, у неё в сознании сразу срабатывала ассоциация с какой-то мерзопакостью. Когда мы разбирали вопрос о этих каналах, у неё возникла ассоциация с словом «нал» «наличка» в нынешнем вот таком примитивном бедлячем языке и так дальше. Но это неправильные ассоциации. То есть, ассоциации должны быть, как они есть. Если мы разбираем ведические термины, мы должны пользоваться ведическими. то есть... Миническая направленность. Да, вот, как бы, с одной стороны, желательно свести все знания к одной идее, но с другой стороны, их нужно правильно свести. Потому что, к примеру, есть в интернете Фоменко-Носовский, тот же Чудинов, дальше, Шемшук и целый ряд других, которые сводят неестественным путём данные. Ну, со своей интерпретацией, со своими искажениями. реальность. Они как раз не дефрагментируют, а они пытаются склеить... Или другой пример ещё приведём, что если у нас этот стол разобрать, допустим, то можно его собрать так, как он есть, а можно из него, не знаю, руду досок сложить. Это тоже будет как бы... Да, мы его соберём в определённый порядок, но не тот порядок, который для него естественный, в котором его можно использовать. поэтому нужно вот об этом думать, и это не значит, что нужно больше там как-то думать. Я вот с одной стороны понимаю, что нынешние люди думать о том, что нужно, не хотят, но на самом деле о разных дебилизмах они думают очень много и очень активно. Вот о дебилизмах как раз не надо думать. Нужно думать о том, о чём нужно. И если задача изучить веды, то направиться на веды. а допустим, как там, какую соседку, кто там любит или не любит, или что там у неё, вообще это выкинуть. Да, я слежу за своими мыслями, за самим мыслительным процессом, который происходит внутри меня. я разбираюсь, что мне надо, на что нужно обращать своё внимание, направлять своё внимание, потому что я понимаю, на что внимание ты направляешь, что ты усиливаешь в своём личном индивидуальном мире. и если ну не если, а вот если мне интересно изучение вед, я понимаю, что нужно побольше окружить своё личное пространство символикой, знаниями, и тащить себя, тащить своё сознание, подтаскивать, понимать, я знаю, что внимание в социуме, вернее, весь социум построен так, чтобы фрагментировать твоё знание, твоё внимание, и поэтому глаза там посмотрели на что-то, но не просто отдался тому, на что ты смотришь, а смотришь, надо ли тебе это или не надо, но такая работа внутри меня, допустим, у всех есть. Можно разобраться с тем понятием, что внимание это слово очень достаточно позднего происхождения, в древнеарийском языке было понятие ЯНО, вот на современном языке максимально внятно это понятие перевести как проекция сознания во внимании, то есть это означает, что то, на чём мы сосредотачиваемся, там мы и есть, по сути дела. Мы там и есть, да? Да. Проекция сознания на внимание, во внимании, во внимании, да, да, разделять эти вещи, разотождествлять, вернее, видеть их с разных позиций, но не отождествлять себя, ну, обычно человек отождествляет себя с телом и всё, что нужно для этого тела. Немножко яснее смотришь на мир, понимаешь, что ты находишься в теле, тело это тот сосуд, который ты можешь очистить, сосуд, который даст тебе возможность яснее смотреть на, проектировать своё сознание на внимание, осознанно выбирать. Это понятно. и над этим дело можно использовать. Да, над этим, конечно, нужно работать. И здесь вопрос, что я хочу сказать. Конечно, работа, работа внутри сознания, она всегда идёт. И, допустим, если поймал себя на том, что твои мысли, допустим, ушли в ту область, которая, допустим, тебе не нужна или не должна, ну, не даст тебе, допустим, духовного развития. А какая область не даст духовного развития? Ну, допустим, даже вот, ну, всё, что привлекает наше внимание. Я так, в среднем говорю, ну, там, ну, допустим, посмотрел на какой-то автомобиль, оцениваешь его с какой-то позиции, которая тебе интересна, рассматриваешь. Ты понимаешь, допустим, рассуждая об этом, можно, допустим, рассуждать о том, что, допустим, веды дают какое-то знание, ну, когда вот ничем не занимаешься, к примеру, да? Ну, да. Можно сознательно направлять своё внимание на те вещи, которые как-то приближены к ведам, тем самым ты больше закрепляешься и цементируешь, создаёшь себе основу, оста, вот то, что мне вот интересно построить внутри себя вот именно стержень, оста, вокруг которого уже можно и наблюдать вокруг, что происходит, чтобы укрепиться в этом. Просто есть одно моё наблюдение такое. Я весной проводил как бы экскурсию по Одессе для одного последователя рахманской традиции, который первый раз вообще в город выехал. Он в Полесье всю жизнь прожил в селе, сейчас уже 50 с лишним лет, то есть как бы Одесса для него и шумная, и такая, и всякая. И вот я ему по улицам просто его водил и заметил, что он постоянно что-то в блокноте отмечает. Я у него спросил, что же такое. Оказывается, он в блокноте отмечал, сколько раз ему нужно будет совершить те или иные аскезы, чтобы очиститься от того, что он увидел. Мне стало чуть-чуть интересно, а что же он такого увидел. Ну, там идем, одна афиша, там реклама алкоголя, там другая афиша, реклама, на которой женщина показана, ну, не голая, но как бы, это возле Дерибасовской, там, где есть один магазин нижнего белья. Ну, и там на окнах. Да, полно кругом всяких образов, которые вызывают соответствующие. То есть, он, значит, соответственно, ходил и постоянно я вот так не хожу, просто потому, что, ну, иду, ну, изображена женщина, ну, и изображена, и шоу. Не, ну, можно чувствовать соответствующее искушение, или мысль, которую, допустим, ты поймал, да, и сделать соответствующую аскезу. Ну, а какая мысль? Мысль о том, что на картинке изображена чья-то задница и все. Ну, да, да, да. Ну, так, задница, это биологическая особенность человеческого тела, она есть у всех. Да, ну, ты понимаешь, какие чакры, допустим, на какие чакры она оказывает воздействие, если ты это воздействие допускаешь, конечно. Ну, ты понимаешь, ну, что вокруг, я понимаю, о чем вы говорите, конечно. Да, просто, я еще замечал, что кришнаиды некоторые тоже, когда вот по городу ходят, ну, такие, не псевдо-кришнаиды, а именно практикующие кришнаиды, это еще много лет назад там, я ходил с кришнаидами, и кришнаид тоже чуть не умирал, когда что-то видел в витринах. я на это стараюсь как-то смотреть, с одной стороны, и проще, и с другой стороны, ну, колбаса изображена, ну и что, я понимаю, что это кусок трупа. Я животных не убиваю, поэтому, как бы, мне за это никаких не мук совести, ничего такого нет. Там, всем, кто животных едят, вот, им страшно смотреть постоянно. Я многим эзотеричкам, эзотерикам пытаюсь показать запись бойни, они такие, не-не-не, мы это видеть не хотим, мы это знать не хотим. А я еще стараюсь покрасивее рассказать, я же в селе когда-то жил, знаю, как там этих животных разделывают, как живых подвешивают, как они визжат интересненько. И, даже, на этой неделе, в понедельник, у одной эзотерички был, она рассказала, что она для внука там приготовила кусок натуральной свинины. Вот она на базар ходила там. Натурально? Да. Я ей говорю, да, там, это так интересно, вот, свинья, вот, она ходила, была свежева, здорова. Я говорю, вы когда-то свиньи видели? Она такая, нет. Я говорю, ну, вот у вас кот есть? Есть. Ну, представьте, тоже такое же животное, как вы, как кот, который живет своей жизнью, чем-то питается, с кем-то сношается, спит, ест, как бы, опорожняется, есть какие-то мысли свои тупые, жила-жила, ему говорили, что его любят, потом взяли, подвесили, заживо выпустили кровь из глотки, пока он кричал, ну, потом начали резать. А они же часто так и делают, чтобы заживо, чтобы сердце билось, чтобы кровь как бы выкачалась телом. Ну, я не знаю, может, сейчас уже появились какие-то новые, гиперпродвинутые методы. очень жестоко относятся к животным, они испытывают, я думаю, все муки, страдания. Это да, но эзотеричка, мне постоянно, да замолчи, да что ты мне это говоришь, да еще приснится, да типун тебе на языке, и так дальше. Я говорю, ну, что такое, как бы, вы мне похвастались тем, что вы делаете. Я же вас не запрещаю это делать, я просто чуть-чуть в развитии данной темы рассказываю о том, как это бывает. Как там эти глаза, исполненные болью, смотрят на убийцу, как последний вздох заканчивается, еще там конечности барахтаются. Да. Она же покраснела. При том, что пожилая уже женщина, все, она там Жанны нашей старше, то есть, и 70 чем-то лет. Но при этом, как бы, с одной стороны, и совесть, как бы, мучает за это дело. С другой стороны, если бы я ее кота, там, подвесил и начал резать, она бы, наверное, меня бы начала резать, ну, или, по крайней мере, постаралась бы остановить. А тут, как некую, такую, нормальность, воспринимает, то, что, животное убили, зверски, ни за что, причем. И, люди не задумываются. Нормально это продают и воспринимают, как нечто такое, вообще нормальное. Да, вот такая, вот, если разобрать, как вот вы разобрали, ситуацию, с животными, как они попадают, в виде колбаски, на прилавки, магазинам, и с удовольствием, по праздникам, употребляются, большинством населения, если бы люди разобрали, и осознали. Но это же мясо, это же пища, вот именно она и отнимает эту осознанность у людей. Она именно и блокирует эти каналы восприятия, понимания. С одной стороны, люди сами хотят себе это блокировать, и они дальше это добивают алкоголем, мясом и всем, чем могут. И да, это как снежный ком. С одной стороны, они сами дебилы тем, что они это начали делать, и чем они дальше это делают, они становятся все дебильнее, дебильнее, дебильнее. Но остановиться никогда же не поздно, и постараться сделать откат назад. Они никогда не идут вперед, они просто по кругу бегают, как вот я сравниваю, сам раньше употреблял алкоголь, но это как день сурка. Вот ты пьешь, знаешь, что это плохо, утром просыпаешься, и перезагрузка этого же дня. Я не говорю, не говорю про себя, а вообще по отношению алкоголя. То же самое применимо и к еде. То есть здесь идет комплекс, и ты ходишь просто по кругу, делаешь одно и то же, но токсичность этих продуктов и присутствие их в твоем организме тебе не позволяют заглянуть за эту завесу, выйти. Ну и проблема в том, что люди не хотят снова сосредоточиться, они не хотят дефрагментировать свою память. Они не хотят так. Там кто-то говорит, давай выпьем. Человек такой, ага, вчера я пил, вот нос разбили, руку разбили, то разбили, без денег остался, там, не, я не буду пить, мог бы сказать, ну если бы подумал. А он такой, о, да, сейчас выпьем, но друг же сказал. И получается, что человека отрезвляет, ну вернее, пробуждает к пониманию какие-то проблемы в жизни, какие-то травмы, ну или болезни, уже появившие следствие. Так большинство эзотериков именно таким путем не становятся на духовный путь, что у них или все родственники передохли, или они сами чуть не сдохли, или там уже так жилось, что лучше бы не жилось. И тогда они начинают. И вот меня часто спрашивают, а что тебя побудило, какая вот у тебя... Ну у меня другая ситуация, что я еще в самом начале думал, зачем это вообще все надо. То есть каждый день приходится просыпаться, что-то делать. Зачем? Мне без смысла зачем, в принципе, с самого начала этой жизни не было интересно вообще ничего делать. Ну или максимум до изучения ветвь все, что я делал, типа так, ну ладно, и отстаньте, и пошли вы уже. И думал, а зачем, а как, а что? Ну без ведических знаний, несмотря на то, что я все равно постоянно об этом думал, ну как бы не было возможности качественно откалибровать сознание, чтобы ясно как раз понимать, что происходит. я раньше изучал, ну и сейчас тоже смотрю трансерфинг, Вадим Зеланд, ну и тоже брал аудиозаписи, все хорошо, там очень правильно все пишется, там разбор, ну на практике, того, как нужно наблюдать за мысленными процессами, ну и там, как всегда, всех интересует цель и результат того, что ты изучаешь, и как это практикуется, ну вот, и тоже постановка целей, да, к примеру, там, найти свою цель, ну вот, тоже, я все понимаю, все хорошо, все хорошо, но как бы собирает тебя, трансерфинг, все мотивирует, но вот цель, что-нибудь по мелочам, конечно, оно все работает, все действует, если при правильном настрое, при правильном мышлении, реально становится управляемым, но такой жизнеопределяющей цели, мотивирующей, как-то вот не находятся, какие-то материальные блага, вот я работаю уже, допустим, 16 лет, катаюсь по маршруту, я к чему говорю, цель на жизнь найти, вернее, на мелкие цели, на мелкие интересные, ну как-то особо не мотивирует, по мелочам им легко что-то сделать, а вот глобальное не хочется, но ведь цель нашего воплощения, в первую очередь, познать, кто мы. А мне наоборот, мелочь не интересует, я вот себя не вижу, допустим, ну, была у меня вот семья, к примеру, ну, это отдельный вопрос, да, была машина, ну, была, есть возможность там, допустим, что-то еще там, к чему-то стремиться, но меня на что-то вот не мотивирует, хорошо, такая цель, как самоосознание, самосовершенствование, совершенствование человечества подходит? Ну, это вот единственное, что у меня как-то, как раз и интересно, когда вот... Я даже хочу объяснить, почему эта цель жизненно необходима, потому что при перерождении в дальнейшем, нам придется снова здесь рождаться. И от того, как бы, в каком крючачем состоянии будет человечество, зависит, в каком состоянии будем мы. Это ж понятно? Ну... нынешнее человечество, оно в страшной инволюции. Я советую бы смотреть Белова, допустим. Белов, ну, я тоже с ним далеко не во всем согласен. Наверное, я больше с ним не согласен, чем с согласен. Он на какие темы? Инволюция. Не, он смотрит, какие темы ведет? Инволюция. Инволюция. Да. Это его основная тема. Поэтому я, когда его слушаю, несколько вообще как бы непонятная его позиция. Но, с другой стороны, что интересно, что я одной из ЭТ-жечки посоветовал его слушать. Через полчаса она позвонила мне и орала просто в трубку, что я ей за дебилов подкидываю и так дальше. Я смотрю, у него, в принципе, тоже небольшие аудитории собираются, просмотров не так много. Проблема в том, что людям не хочется знать про инволюцию. Вот Дарвин и эзотерики нынешние, они подкинули человечеству очень такую заманчивую идею. Дарвин с биологической точки зрения, эзотерики с мистической точки зрения. О том, что есть просто развитие всего постоянное. В рамках чего, допустим, материалисты считают, ну, какая разница, как мы хрюшничаем, всё равно естественный отбор на следующее поколение выберет лучших, всё равно эволюция есть. Эзотерики думают, какая разница, как мы хрюшничаем, всё равно звёзды нас перенесут квантовым переходом в новое будущее Земли, там, седьмая раса, шестая раса, там, ну, в зависимости от конкретной эзотерической бредятины, кто-то придумывает седьмую, кто-то шестую, кто-то десятую расу. Главное, позитивный настрой. Да, но при этом, как, позитивный настрой, мяско поели, водкой запили, детки хрюшки, пара хрюшка, всё, дегенерация с деградацией, и всё это туда в глубокие, тёмные уголочки засунули, потом разбили. Но думают, что эволюция их какая-либо вынесет на волне так. Белов, он предоставляет реальные знания. Белов как раз без тенденциозности вот этой. У него тенденциозность есть, но это, я чуть позже об этом скажу. Белов предоставляет реальные знания. Смотрим, строение человека, строение животного. У животных есть целая куча признаков, которые им не свойственны. Вот если предположить, что от животного эти анатомические части развивались до человека, бредятина возникает какая. Если предположить, что этот человек постепенно стал на четверенке и как раз в меру приспособления к окружающей среде занял свою экологическую нишу, сожрав предыдущих хищников или там заменив предыдущих травоядных, которые в этой нише находились, то тогда как бы становится понятно. Допустим, у дельфинов есть целая куча рудиментарных, ну, допустим, даже строения таза того же самого. Им не надо. У них ног нет. У обезьян и у многих других есть, ну, просто элементы, вот как у человека, просто они или поставлены на четвереньки или как-то извращены. Допустим, у человека большой палец прирощен к руке, у некоторых он как бы оторван. И просто видно, что реально на каком-то этапе развития связки, которые здесь находятся, перестали существовать. То есть, они были, но перестали существовать. Не то, что они у человека возникли из ниоткуда, а они у них перестали существовать. То есть, что нынешних людей окружают многие животные, предки которых также были людьми, я считаю, это фактом. Однозначным фактом, если смотреть не с точки зрения, что нам нравится, а с точки зрения того, что есть. Можно сказать, что прежние воплощения этих животных имели человеческое тело? Это другой вопрос. Я конкретно за биологический вид. Биология обезьяны это деградировавшие люди просто. Можно взять нынешних горилл и отследить их до австралопитеков. Причем, австралопитеки есть ранние, которые более человекообразные, есть более поздние, которые более деградационные. И, в принципе, если мы выстраиваем линию австралопитек, поздний австралопитек горилла, линия выстраивается. Вот в чем дело. А человеческие останки находят и там 7 миллионов лет, более ранние свидетельства еще раньше. А еще тот же Белов ссылается на труды Ефремова. Я почитал немного того же Ефремова. Ефремов объясняет как раз почему реально сейчас не находят скелетов людей, которым 300 миллионов лет, допустим. Просто их не могут находить. просто сами как бы останки сохраняются в таких местностях это прибрежные регионы, допустим. То есть сохраняется вот та живность, которая жила в прибрежных регионах и в воде. Все, что жило на суше, оно не сохраняется. Таким путем вот когда говорят, что 300 миллионов лет на земле жили или там те или иные динозавры это касательно только морей и прибрежных регионов. Реально, если по археологическим данным, то вернее это даже не совсем археология, это палеология, палеонтология, вот если по этим данным ковыряться, то реально есть просто белое пятно, огромное белое пятно, и неизвестно, кто жили в лесах, были ли эти леса, наверное, были, потому что эпизодически что-то находят. Кроме того, у историков еще есть как бы система оцениваний, то есть они уже заранее, если находят останки человека, они их стараются приписать к тем датам, которые по их воззрению соответствуют возникновению даже если анализ не соответствует той эпохе, они берут приблизительно так, чтобы укладывалось понятие. Если факты не укладываются в ту или иную парадигму, тем хуже для фактов. Поэтому люди, согласно ведам, люди вот именно эволюционировали на предыдущей земле. Потом в ходе войны богов и демонов предыдущая земля была уничтожена, люди были сохранены и на этой земле уже случилась такая несколько искаженная эволюция. С одной стороны, и эволюция была запущена, с другой стороны, и люди, пытаясь подкорректировать эту эволюцию, периодически вылазя со своих ковчегов на землю и пытаясь здесь вывести животных, которые у них там были и так дальше, они эту эволюцию несколько сбили. естественную эволюцию второй земли, нашей земли. Поэтому с точки зрения Вед есть эволюция и есть тенденция инволюции. И в Ведах есть указание, что после каждой кали-юги четвертой доли или как бы глобальной зимы на земле появляется новый вид животных. Это конкретно в Ведах описано. И Белов, если не создавать слишком тенденциозную идею из его исследований, когда он вообще говорит, что изначально были только люди и от них все возникли. Это будет неправильно. Это будет тоже не соответствовать находкам реальным. И Ведам не будет соответствовать. Ведам соответствует следующее, что да, на предыдущей земле боги так запустили биологические процессы на планете, чтобы была создана флора и фауна и венец как бы человек. На этой земле с одной стороны были люди с ковчегов, которые понемногу расселялись, с другой стороны опять же природные процессы боги запускали. Но после каждой калиюги та или иная человеческая популяция или даже несколько таковых деградировали и становились обезьянами, парнокопытными, хищниками и так далее. То есть можно предположить, ну не предположить, а сделать вывод, что теперешняя флора и фауна, которая заселена, это причинно-следственная связь предыдущих их и скажем так воплощений, которые они прожили. Я сейчас воплощений вообще не совсем трогаю. Я говорю чисто за биологические виды. Что просто та популяция людей, которая в калиюгу деградирует, она постепенно теряет человеческие черты вообще. Сначала духовные, а потом и биологические. Вот например нынешняя цивилизация она вытягивает на паразитирование над технологиями. Появляются те или иные великие умы, которые делают изобретение и остальные хрюшки просто паразитируют над этим. Я слышал ваш расклад, мне очень понравилось это типы цивилизации. Да, это другое. Тантрическая и антрическая и цивилизация мантры, которые используют мантры как средство как Но снова здесь важно понимать, что мантры это не вот это то, что написано. Мантра это процесс направления сознания к рам. А это всего лишь некая звуковая формула, которая отображает эту идею. Я так и понял. Вот так же самое, как здесь написано сварата, но это не значит, что нужно из серебра отлить слово сварата и повесить на шею. Это значит, что есть знак, который называется сварата. Также и мантра. Мантра это название процесса, это вот все эти звуки, все эти понятия. Мантрическое, я понял. Повторяя их, нужно направляться всегда все включая. Поэтому цивилизация мантра это цивилизация устремленных крах, можно сказать так. Да, обладающих физическими знаниями, всей полнотой. Так вот, поскольку у нынешней человеческой цивилизации в меру дровицких вкраплений, в меру других разных данных, в меру того, что у серых есть технологии, в меру этого всего, у нынешней цивилизации есть технологии, но сознание нынешняя цивилизация деградирует. Поэтому уже чем дальше, тем больше человечество становится зависимым от технологий и неспособным их воспроизвести с нуля, допустим. И стоит случиться одной небольшой вспышки на Солнце, когда как бы электричество будет обнулено временно, и факт, что удастся заново все восстановить и запустить, уже я не уверен, кстати. Никто не уверен, многие анализируют эти вещи, какие-то такие небольшие колебания, которых сейчас, допустим, нет, но ожидаются, смотришь, что Земля растет, кстати, я хотел спросить, некоторые ученые в ученом мире, то, что я могу найти в интернете, обсуждают ту тему, что, допустим, атом водорода поменял свои характеристики, изменилась масса самого ядра, орбиты, электроны поменяли какие-то орбиты, это, к примеру, даже есть какая-то статья в журнале Science, по-моему, это английский, который индикатор обсуждения, и я просто, мне не хватает а водород это составная часть молекулы воды, да, мы из воды состоим, и вот то, что Земля сейчас расширяется, поменялась вибрационной составляющей, это все так и есть. не хватает времени на эту тему, но я уже раз десять перечитывал официальные данные по химии и ведические данные, просто ведическое восприятие химии, оно отличается, и нынешнее, допустим, по-нынешнему медь, купрум, это отдельный элемент, по-ведическому медь состоит из трех элементов, у каждого есть свое название, свое определение. Дальше олово, по-нынешнему это тоже элемент, по-ведическому это целых семь элементов соединенных, золото, по-нынешнему аурум, то есть тоже элемент, есть в периодическом таблице, по-ведическому это три элемента, поэтому пока я как-то не могу найти переходники между ведическим обозначением природных элементов и нынешним обозначением природных элементов. Но мне тоже, наверное, нужен лучше всего, чтобы какой-то ученый, который непосредственно этим занимается, чтобы он взялся за это. Я не могу все сделать. Вот я с языком много чего смог понять, могу это объяснить, как языки переходили. С химией не могу. Я не представляю, как это сделать, здесь совсем другие представления вообще о базовом устройстве материи. Но как бы не совсем другие, есть знания об атомах, есть знания о том, что там они крутятся, всё это дело. Но есть знания и о других элементах, которых я просто аналоги в нынешней науке не нахожу. В ветах есть понятие, что у каждого элемента есть ещё свои разные витки, на протяжении которых элемент меняет особенности. Поэтому с ведической точки зрения нормально, что не то, что допустимо, а как бы и предписано. Ну, как человек, как дерево, как земля, как всё. Обновляются. Но есть определённые колебания допустимые у каждого из элементов. Да, очень интересно. Кстати, вода – это 12 первых элементов. А по нынешнему всего лишь два получаются. А вот по языкам вы тоже советуете изучать наш язык, понятно, поломанный, сокращённый многократно. А его полнота отображается только в каком варианте? Велесова книга «Тексты в ответ». Причём Велесовой книге он немножко специально ужатый. Харуген, который её писал, он старался для будущих поколений. Он знал, что люди в будущем чуть-чуть, даже не чуть-чуть, а деграднут так. Поэтому он и не использовал слишком много знаков и старался использовать одни и те же слова, чтобы просто максимально легко её было расшифровать. Велесова в этом знаке, знак Ратра. Да, Ратра Саагастра. Он состоит из множества сочетаемых знаков символов, которые каждый имеет своё значение, образное значение, и каждый из них в отдельности можно, ну и значение я имею в виду, посмотреть где. Естественно. Где? В тексте, где описаны руны. Ага, в тексте, где описаны есть у вас данные странички? Нет. Нет? Ну он большой, и там много разных знаков. Пока вот с тем, чтобы выкладывать тексты в интернет, не особо хорошо получается, потому что, ну здесь тоже нужен какой-то специалист, который разработает, как это сделать. Получается, если картинки выкладываются, просто сканы страниц, это имеет одни проблемы. Если выкладывать вордовским документам, это имеет другие проблемы. Ну ясно, я не хочу так отвлекать вас. У меня пока есть литература, что я вот у вас взял. Я ее прочту. да, я предлагаю, если есть еще что сегодня доуточнять, я пойду. Да, я не буду вас задерживать, конечно. В принципе, у меня еще полчаса с гарантией есть. Да, точно. Мне действительно, вот я раньше никогда прогнозы не, ну и сейчас особо не смотрю, но вот именно в вашей интерпретации понять, мне это интересно. Есть еще такие глюки, что вот сейчас можно любой журнал купить, там астрологический прогноз для кого? Там для каких-то тельцов, каких-то рыб, какой-то фигней. Но любой, даже начинающий астролог объяснит, что это так не работает. Это любой астрологический расчет каждого отдельно взятого человека это совещание соотношения созвездий, Земли, планет, Солнца и так дальше. А каждый из нынешних знаков зодиака это месяц. Ну, один месяц. То есть за все эти 30 дней состояние окружающих нас элементов, как планеты и звезды и Солнца и взаимовращение, взаиморасположение поменялось даже не 30 раз. Оно меняется каждые несколько секунд. И ведические таблицы, они как раз дают возможность воссоздать состояние Солнечной системы на момент происшедшего. ну, допустим, рождения или там смерти у кого что, или там любого события. Если мы знаем его четкую дату, мы воссоздаем. Если с датой есть погрешности, вернее, с временем с чем-то, нужны там проверочные разные, как, допустим, даты родителей, допустим, или даты детей. И тогда мы берем дату одного человека и другого и выстраиваем их в последовательности. Если последовательность есть, значит, ну, они могут быть друг другу отцом и сыном, допустим. А человек же предоставил данные своего отца, значит, он обманывать теоретически-то не должен. Даже если там жена была неверна, все равно, как вырастивший, все равно у него будет некая связь. Хоть это тоже можно высчитать, если особо захотеть. А вот если, допустим, уже эта линия вообще никак не выстраивается, то тогда значит, что-то не так. Когда, допустим, есть даты отца и матери, тогда выстраиваем с двух сторон. То есть, получается, треугольник, выстраиваем между отцом и матерью, они могли как-то совместиться или нет. Выстраиваем от них к ребенку, там, если здесь линия есть, если здесь линия есть, если здесь элементы согласуются. Если нет, значит, ну, чего-то нет. Ну, понятно. Поэтому, хорошо. Очень интересно, ну, с вами общаться, действительно, вот... Ну, есть ведические тексты, их нужно читать, осмыслять, не только со мной общаться, а кому-то проповедовать. Этим мы и занимаемся, собственно. А кому-то проповедовать, обычно, люди долго не выдерживают общаться на такие темы. Два-три предложения, потом смотришь, взгляд ушел и чувствуешь, что все. Ну, так это нормально. Ну, как бы нормально, это привычно. зомби. Привычно, да. Ведь почему настолько популярна идея с зомбями сейчас? Куча сериалов про зомбей. Кстати, действительно, очень интересный сериал «Мир дикого запада». Вот интересно, вот режиссеры, режиссеры и создатели фильма, они же, ну, ту, которую идею они несут, это понятно, открытым текстом показывают населению. Очнитесь и посмотрите на свою жизнь как вот через сериал, да, там, более сжато по сериям, да, разобрать. Я не могу за них, как бы, отчитываться, но я знаю за некоторых украинских деятелей. Я общался, допустим, с одной создательницей одного шоу, которая крутится на телеканалах Украины, и она объяснила, что к ней конкретно пришли люди, которые сказали, что ей нужно вот такую, как бы, основу сценария продвигать, иначе она останется без работы. Дальше она может навешать кучу своих всяких идей, как бы, всё это выдать за своё и так дальше и тому подобное, но основная их задача должна быть соблюдена. Задача деградационная, очень деградационная. Но всё равно дальше она может как хочет уже сама это всё причухать. Может и у них так же самое. Вот я смотрю на этих чертеняток Вачовских, допустим. Я не знаю, то ли они гении, то ли они дебилы полные. А может и не так, и не так. Может там у них есть какой-то главный чёрт, который им говорит, а они просто как Рига. Судя по той дентенции, которая развивается в течение жизни в странах, но ничего не остается без контроля. Везде, где что не так, то сразу это пресекается. Ну, таким же путём, как пришли и посоветовали к этой женщине. Ну да, но снова, здесь был бы её, допустим, выбор. Здесь ещё не факт, что у них хватило бы сил её выгнать, допустим. Ну, не факт. Ко мне разные черти вообще тоже приходили и говорили, мы завтра тебя убьём, допустим. Ну, как бы я до сих пор живу, несмотря на их обещания. Кто-то нападал там. У меня есть и трещина черепа, и снимки разнообразные негативных нюансов, которые пошли после общения с некоторыми такими. Но всё равно, так или иначе, демоны, они вот пытаются запугать, они пытаются навредить. Но если им постоянно давать отпор, так или иначе, или, по крайней мере, они рядом нападают, а я часто, чтобы не тратить на них время, не обороняюсь от них, а просто стараюсь как-то сделать, чтобы они не могли дальше так напасть. Стараюсь убрать ту возможность, которой они раньше воспользовались. Интересно. Часто происходят такие волны, как это называется, беснующиеся волны. Я смотрю, чем осознаннее человек, или, допустим, происходит какое-то общение на осознанные темы, вокруг происходит движение, причём на людей начинают на подсознательном уровне воздействовать некоторые сущности, которые присущи. я смотрю везде это происходит. Допустим, у меня часто. И вчера было за день два случая. Чувствуешь себя хорошо, гармонично, общаешься с людьми, вокруг начинает на тебя наползать просто, смотришь. Ну и ни с того, ни с сего просто. Такое взаимодействие разграничено. Допустим, к примеру, вчера играл бильярд с человеком одним. Бильярд просто, игра такая, знаете же, да, русский бильярд. Она старая. Русский бильярд, заходит. Мы вдвоем днем заходим в помещение, ну два уже, алкоголика. Ну как пришли выпить и пожать. Хотя заведение хорошее, дорогое, но они заходят и тут с ними происходят вещи, которые обычно не происходят. Начинают заведение для них и его забрали. Человек просто начала истерить. Ну это есть такое, что подсознательно. Да, на подсознатном уровне этого воздействия. Люди хотели на празднество прийти, а там разные блесноватые или родственники их блесноваться начинают, или кто-то, или как-то, ну то есть это все есть. Замечаешь такие действительные. А есть некоторые сознательно. Меня допустим недавно добавили в одно общение ВКонтакте. Это там собралось, ну наверное школота, я не знаю кто они, ну какие-то дебилята, короче говоря. И они там ааа, ты такой нехороший, ты нас всех дебилами считаешь, ты нас считаешь, ты как ты себя, как ты возгордился, кем ты себя возомнил. Вот они именно чисто с такой негативной стороны. Хоть я не говорю, что вы дебилы, издыхайте за то, что вы дебилы. Я наоборот говорю, вот есть ведические знания, вы чуть-чуть больноватые, поэтому вы можете вылечиться, а потенциально развивайтесь, будьте там кем угодно, это ваш выбор. Но если человек чуть-чуть больноватый, то я за то, чтобы констатировать, что он больноватый, чуть-чуть, больше, чем чуть-чуть, совсем, ну или как-то так, ну в зависимости от ситуации. Да, да. Им это не хочется, они такие, а вот если мы употребляем алкоголь, ты вот уже нас не уважаешь, ты все такое. Или когда же вот я смотрю сами эти алкаши друг к другу, ты уважаешь, значит, давай выпивай. А что значит, что выпивай и так же деградируй, тогда видно, что два дегенерата. А если не выпиваешь, значит, не дегенерат. И на подсознательном алкаш понимает, что рядом с ним не дегенерат, а он дегенерат. И ему на подсознательном уровне какое-то дискомфорт. Да. Да. А если рядом такой же дегенерат, который так же деградирует, ему тогда он скажет, А если есть сущности, которые он кормит и которые всегда рядом, они наоборот его начинают еще больше колбасить, то есть выводить из равновесия, чтобы он спровоцировал конфликт, чтобы ты отреагировал, ну допустим, в той ситуации с Бильяртом было желание сказать, что, допустим, матерные слова это плохо, но если бы ты сказал, ты бы уже играл бы в эту игру, которую они предлагают. Ну эти сущности, которые, допустим, их провоцируют на такое поведение, на эту истерику, да, это их игра. Но если свое внимание отвести от них, вот у него пошла истерика, никто ему никакого завещания не делал, она его просто разорвала, потом вот истерика началась у человека. А есть еще такая штука, что у алкашей и сектантов есть твари, я не знаю, как они называются, я еще, вот я сравнивал их многократно с теми, что в ведах описаны, я так и не понял, к какому виду они принадлежат. Ну, тонким видением их можно заметить. Есть такие твари, которые просто размножаются периодически, и им нужно на кого-то следующего кидаться. Поэтому если алкаш, не алкаша обращает его в алкашизм, образно говоря, то вот те две зверюхи, которые на нем сидят, одна перейдет к новообращенному. Это их способ паразитирования, да, и распространения. Есть у меня теория относительно того, что их может Еговка с собой привез со своей планеты, я не знаю точно. Но что-то с теми, что вот как земные...